Калинковский Блестящая передача, блестящий эпизод в исполнении Ковалева. Гребенников на приеме. Кстати, я не помню, по-моему, еще ни одного эйса нет у казанского «Зенита». У Питера точно на вылет подавал Яковлев в первой партии. А вот у Казани я пока не помню такого чистого эйса. 15-12. Спокойно принимает подлесных. Соколов заблокировали. Еще одна попытка будет у «Динамо». Но без атаки. Полетает. Трехкратное преимущество «Зенита». 12-4. Тайм-аут Константина Брянского. Второй тайм-аут. Заченков подает через трос. Гребенников на приеме. Ну и здесь Полетает все-таки смог из четвертой зоны своей левой рукой принести 23-е очко «Зениту». На этот раз справились с его подачей. Клюка, но Федоров в защите. Да, сейчас как будто крылья за спиной появились у волейболистов казанского «Зенита». Ух, как здорово сыграл Ковалев одной рукой на Полетаева. Обманул всех. Даже я не ожидал. Мне кажется, сам Виктор Полетает. Через трос Кристенсен мяч переводит. И здесь вновь Полетает. 12-10. Так скажем, не думал он, что Егор Клюка, но, признаюсь честно, я тоже не думал, что Егор достанет этот мяч. Полетаев атакует. Как ни старался Томашевский. Увернулся, не увернулся. 3-4. Есть прием от Гребенникова. Полетаев пробивает белорусский блок. 17-14. И сразу же принимает он мяч. Страхует Ковалев-блокирующих. Полетаев. 12-7. Никите Коновалову, который вышел на площадку у строителя 20 лет. Первый темп Куркаева. Поднимает Клюка мяч. Страхует блокирующих. А здесь Полетаев не позволяет увернуться Роману Муртанюку. Воронков хорошо принимает. И Виктор Полетаев в атаке. Ау. Ну вот без блока. Как же можно не забивать без блока? Видели, да? Смотрите, сейчас схема интересная была. Два раза нападал в Пиццов и не забил. Ну, та же ошибка осталась, к сожалению. Ну, а тем временем Зенит хорошо начинает. И уже ведет 2-1. Кстати, Юрий, как наваждать дебютант? 5-го октября Динамо ЛО принимала красноярский Енисей и без проблем с красноярцами ленинградцы справились. В той встрече уложились в три партии. 19-10. Замену производят главные тренеры команды. Варенбург из Сургута выступал ранее за команду Газпром Югра. Без шансов. Виктор Полетаев сейчас для нефтяника атаковал. И практически на пустой сетке он оказывается. Не получилось у Оренбургцев провести атаку. Но Зенит себе ни в чем не отказывает. Каждый такой розыгрыш доводит до логического завершения. Виктор Полетаев дает Гребенникова. Несложная подача и тот легко справляется. А затем Полетаев. 25-23. Первый сет. Здесь прием. Атака. И здорово играет в защите Яковлев. Полетаев немного со склонением и попадает. Здорово сыграл Виктор Полетаев. 13-11. Вольвич подает. Воронков на приеме. Полетаев. 22-23. Да. Концовочка. Волейбольно-волейдольно. Волейдольно сейчас будет. Домашний матч и нынешнего сезона приносит для Оренбуржцев. Новый игрок в составе Нефтяника присоединился с этого сезона к Оренбуржцам. Ранее выступал за молодежную команду Динамо. И теперь будет помогать Оренбуржцам. Продолжается игра в Оренбурге в спорткомплексе Олимпийский. Первую партию матча второго тура российской волейбольной суперлиги забрали в свой актив петербуржцы. Вернули себе один балл. 10-13. Ака в пользу у Зенита. И вновь мощная атака. Виктор Полетаев вколачивает мяч в парке спорткомплекса Олимпийский. Вновь Вранков на приеме, а Полетаев в атаке. За спину. Молодец. Вывел Полетаева. А блок не успел. Подлесных. Клюка на приеме. Концовка первой партии. Кермен вновь грудью встает. На защиту своей команды. Но всем в противоход было. Давайте посмотрим эту атаку. Полетаев. Чеслов в защите. Но вновь. Если в первой партии стол секретарей помешал Ивану Яковлеву, то теперь Ярославу Подлесных и Илье Влад. Начал свою карьеру Юрий Бережко еще в 2000 году. Когда, к слову, ни Казаченков, ни... Тем более, Кастадинов еще не родились. Тогда в Ярославле был клуб «Нефтяник». И вот там с 2000 по 2004 год играл Юрий Бережко. Потом был его долгий период. Выбитый прием клюки. Отыгрывается от блока Баранков. И вот теперь будет полноценная атака у «Зенита». Полетаев. Полетал немного Виктор. 11-11. 12-8. Особенно на подачу. Брозыгрыш Тула. Не успевает здесь Кривиченко мяч поднять. Там падает Кастадинов. Главное, чтобы все в порядке было с Александром. 9-12. И Полетаев отправляется на подачу. Мощно. Виктор Полетаев. Одна из первых таких мощных атак диагонального «Зенита» в этом матче. 21-16. Не получилось у Ковалева скинуть сразу. Отыгрываются от блока то одни, то другие. И в итоге Виктор Полетаев заставляет Андрея Толочко сжать кулак и потрясти им от удовольствия за своего диагонального 3-1. И это только начало, друзья. Ведь в этом году 30 туров в мужской паре Суперлиги. А это только шестой. Только 20% позади. Оставляет мяч в игре Воронков. И продолжается розыгрыш. Кривенников успевает. Полетаеву неудобно. Но Виктор Полетаев. Это Виктор Полетаев. 19-18. Диагональный питерского «Зенита» в этом году очень и очень хорош. Клюка на приеме. Полетаев. В отличной форме Виктор. 8-7. Диагонального казанского «Зенита». И... Нет, это не эйс. Достает Полетаев. Боле того тут неразбериха у Казани. Без атаки остается с такой выгодного момента «Зенит». Полетаев оставил мяч в Игнет. Ну, вы посмотрите. Ну, как здесь не поверит Алексею Вербову. Ну, действительно. Но сами у себя забрали это очко после мощнейшей, прекрасной подачи Максима Михайлова. Мощная подача. Как обычно, Воронков справился с приемом. Полетаев. Ну, пока что безупречен Виктор. Сравнивает счет 10-10. Дорочная подача Сэма Дыру. Неудачный прием Яковлева. За блок скидывает Виктор Полетаев. И на этот раз перехитрил он блокирующих 14-15. Хорошая силовая. И что? Нет. Гребенников, видимо, распугался. Егора Клюху. Остыгрался от блока Егор. В атаке же не Гребенников, если так можно выразиться. Учитывая, что Либеру запрещено атаковать. Там Ковалев сыграл второго в защите. Полетаев. Вот это мастер-класс от Виктора Полетаева. И на основномер Мэтью Андерс. Мощная силовая, но Полонский справился. Кулешова давно мы не видели в атаке. Здесь силовой не получится. Яковлев здорово играет Коновалов в защите. Еще одна атака Кулешова. Там Ковалев. Спокойно переправляет мяч Егор Клюха. И сейчас будет уже первый темп Яковлева. Мяч в игре. Самый длинный розыгрыш матча. 100% мы с вами наблюдаем. И завершает его Виктор Полетаев, которому все это надоело. И он захотел набрать свои 17 очки. 18-8 уже счет. И... Смягчение Клюха. Так, контра-атака. И... Все. 25-22. Зенит выигрывает.